Сегодня 18 июня 2020 года и я хочу вас познакомить с самой замечательной грузинкой, с которой мне удалось познакомиться. И вот только-только прямо сейчас ее зовут Мака, ей 19 лет, она в моем понимании грузинская Жанна Д'Арк и я объясню почему. В отличие от украинской молодежи, хотя нас 40 миллионов, а в Грузии их совсем-совсем мало, ребята борются за изменение Конституции. В частности, Мака участвовала в демонстрации за то, чтобы в Грузии наконец происходили выборы на пропорциональной основе. Для постсоветской страны это невероятно. Это просто чудо. Потому что во всех бывших странах СССР об этом только мечтают, а Мака это реализовала. И вот через несколько дней парламент проголосует эти невероятно значимые для народа Грузии изменения. Итак, перед вами Мака, ей 19 лет, красавица. Русский не знаешь, Мак? Это заслуга Саакашвили, и грузинская молодежь не говорит на русском языке. Отдельная тема, не будем об этом. Хотя основной бюджет Грузии составляют именно русские туристы. Ну, это новелла. Что делать? А англичане приедут еще лет через тысячу. Ну, может, вот после этого закона скоро снова будет больше англичан, чем русских. А англичане приедут еще лет через тысячу. Но это не так. Но это не так. Это не так. Если вы говорите на английском или русском языке. Хорошо, забыли. Вот Мака учится в университете. Ей, как я сказал, 19 лет. Она на факультете психологии. Мака университета психологии. Как вы говорите? Она из очень простой семьи. Отец и мама. Ну, отец работает, мама дан хозяйка. У нее три сестры и брат. Она самая младшая в семье. Прямо как Владимир Ленин. И есть такая идея, что все поздние дети самые великие. Во время этой акции полиция расправлялась с демонстрантами и Мака потеряла глаз. Ну, это грустно. И я хочу поговорить с Макой о очень важных государственных делах. Я хочу поговорить с Макой о очень важных государственных делах. Сейчас БЛИЦ, такой вопрос, чтобы познакомить тебя, деточка, с 40 миллионной аудиторией Украины. Как дела? Я хочу поговорить с Макой о очень важных государственных делах. Сейчас я чувствую себя хорошо, но немножко нервничаю. Потому что приближается день 20 июня, день, когда была акция, когда я пострадала. Я стараюсь взять себя в руки и не нервничать, и спокойно встречать этот день. Как ты себя чувствуешь, ощущаешь после той невероятной акции? Ты считаешь себя героиней? Как ты себя чувствуешь? Что ты думаешь о88 году? Ты не слушаешь, что сказал Макой о чем, что происходит, когда насквозьмудр она не видит, не в дуэк. Героям это очень громко сказано, я просто один из участников этой акции, которые своим протестом хотели выразить протест против российской оккупации. Окей, это очень благородно. Это моя собачка, она тоже так считает. Вы сами с этим сделаете, если вы не знаете, как вы решили, что вы не сделали. Вы снова становитесь, друзья, после того, как вы так страдали. Ну, вот, морально, что ты получил? Мы выиграли, что вы вышли в Мекрозистот. А сейчас, я думаю, что это очень много. Я рад, что я хотел бы так делать. На этой акции я потеряла класс, но я приобрела очень много. Я приобрела новых друзей, и я их называю друзьями акции. И для меня они очень важны. Вы каждый день созваниваетесь? Козуру. Как ты телефону Сау-Блэ, бил? А мы гугли там. А, кей, ты, кмиск овэд, геоць, я не стану, холобули чумэх овэлтвису Сау-Блэгт. Да, почти каждый день после 20 июня мы созваниваемся или встречаемся на форуме, обсуждаем нашу каждодневную жизнь. Ну, может быть, мы не будем говорить, не говорим о личном, но мы говорим о том, что будет хорошо для нашей страны. Мы обсуждаем этот вопрос. Ну, это браво. Я хочу несколько, ну, если можно, личных вопросов. Ты веришь в любовь? Да, я верю в любовь, и я верю в то, что именно любовь объединила нас всех 20 июня на акции Билиси. Ну, понятно. Я просто прошу, деточка, отвечай лучше так, чтобы, ну, перевод долго идет, чтобы люди не выключили Ютуб. Я говорю о простой любви. Я говорю о том, что они не выключили затастрофу, если вы любите, например, на всей жизни. Я говорю о том, что это не в�ckeе. Я говорю о том, что мы скажем, что это мне будет ирация в воздухе. Я не спрашиваю. Я всегда бежала этот вопрос. Хорошо. Но проблема. Нет проблем. Хорошо. Хорошо. Но ты переживала когда-нибудь такое чувство? Я считаю, что я уже не маленькая, и, конечно, у меня была такая... Конечно, конечно. А парень есть вообще? Да. Очень тебя любят, или, ну, как бы ты это оценила, по десятибалльной шкале? Ты, папа и мама поддержали твой поступок? Да, поддержали. А ты знаешь, ты понимаешь, что если завтра примут закон о пропорциональном голосовании, ты войдешь в историю своей страны на уровне царицы Тамары? Ну, примерно так. Я бы это выше оценил, но как уж грузины оценят, я не знаю. Ты знаешь, что ты говоришь, что ты говоришь, что ты говоришь, что ты говоришь? Да. Для меня важно не то, как я войду в историю, а то, как о меня запомнят мои соотечественники. Ну и как они тебя запомнят? Как ты думаешь? Я буду рада тем, если я, что я потеряла глаз, смогу что-то изменить в нашей стране и наши друзья смогут что-то изменить. Нет, ну ты уже изменила. Ты изменила моё мнение у многих людей, не только в Грузии но и во всех странах. Я бы сказал, хотя бы на этой votes не было право. Я еще раз скажу всем, кто нас слушает, конечно, сложно в переводе. Это невероятно то, что сделано, и я надеюсь, что... Вот, хорошо. Практически ты жертвовала жизнью, ты понимаешь это? Да, по прошествии времени я понимаю, что я могла, кроме глаза, потерять еще и жизнь. Но это такое горе, господи, помоги. Но тогда еще она не думала об этом. Перевидите, да, это такое горе, господи, помоги. Я когда-то, когда был немножко младше тебя, мне искалечили лицо. И я очень переживал из-за этого. Я не был таким красивым, как ты, но переживал страшно. Это было 50 лет назад, в драке, но это была первая пластическая операция, наверное, в Украине. Почти решил соносом. Ты смеешься, ласточка. Я понимаю, что это значит. Да вообще могут тебя восстановить глаз? Есть такие технологии? Есть такие desarrollальные технологии, которые соединятся в Украине. Восстановление глаза сейчас на данном этапе и вообще с медицинской точки зрения невозможно сейчас. Сначала были такие разговоры, что можно было восстановить именно зрение в глазе. Но реально глаза у меня нет. И восстановить его невозможно. Я верю в то, что для человека нет ничего невозможного. И скоро появятся технологии, которые могут сделать даже третий глаз. Так что все будет нормально. Красивый. Все будет хорошо. И я буду рядом, когда эта технология появится. Скажи, а сколько раз ты выступала по телевидению и рассказывала о том, что это очень важно? Тебя вызывали на интервью в Грузии? По интервью. Вызывали? Спрашивали тебя обо всем? Когда становится актуальной тема 20 июня, то всегда вспоминают обо мне. Ну вспоминают. Тебя спрашивают, с тобой говорят, спрашивают тебя, как ты себя чувствуешь, что ты чувствовала в момент, когда это все происходило, как ты оцениваешь политику в Грузии. Ну тебя спрашивают, ты же политик практически стал. Я не политикой никогда не смогу стать политиком, потому что политика не мое дело. Были такие интервью по телевидению или нет? Да, конечно, были такие интервью. Они всегда касаются, когда со мной интервью, это касается 20 июня. Ну, а не о чем эти интервью? Сколько времени это длилось и какие вопросы примерно задавались? Ну, хоть несколько важных для населения. Да. 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 Ну, это мелочи жизни. Это большое, на Украине так говорят, свинство, когда такого человека, который творит историю, не спрашивают о главном. Как она видит будущее своей страны? Да. Просто запомни это. Так что ты настоящий политик, я это говорю как депутат парламента трех созывов, как дважды мэр Киева. Ты настоящий политик, ты суперполитик. Но, к сожалению, ты понимаешь, что не все в Грузии, как и в Украине, тебя поддерживают. Да, конечно, я знаю и очень много препятствий я встречаю в этой борьбе, которую я починала. Да, забитые люди не понимают того, что ты делаешь, как они не понимают всех тех, кто хочет добра своей стране. Да, да. Эти люди просто привыкли к тому, что у них есть какой-то правитель, который указывает им дорогу, а сами они не желают ничего менять и не могут. И не могут, да. Это правда. И из-за этого все постсоветские страны живут одинаково плохо. Но ты сделала историю, и я уверен, что этот закон примут. Я думаю, что это не только я, но и все те люди, которые, вся та молодежь, которая стояла не только 20-го имена площади, но еще многие дни после этого мы изменялись. Изменим это все. Изменим историю. Да, и вам будет завидовать 360 миллионов тех, кто жил в Советском Союзе. Да, конечно, я должен быть самый миллион после такой энергии. Ну, не сразу, не сразу. Не надо нам завидовать, просто нужно знать, что всегда борьба имеет смысл. Ну, вот я в Ютубе уже три месяца, и я вижу, что, к сожалению, странами до сих пор управляет ленинская идеология и толпа, которая ничего не понимает. Я пытаюсь объяснять, вот это моя роль в Ютубе сегодня. Да, в Ютубе сегодня я не знаю, что в Ютубе сегодня. Им никогда не понять, ну, наших с тобой ощущений. Ты читаешь Библию? Библию я не знаю. Нет. Вот возьми Библию, в Ветхом Завете, когда Бог вел евреев в землю, где течет молоко и мед, я сейчас здесь нахожусь, это действительно чудесная страна. Да, это самое, что мы говорим о том, что мы говорим о том, что мы говорим о том, что народ будет на сих пор над правильной войны, но я считаю, что это будет у нас. Например, что есть чудеса, здесь, где есть чудеса. Что это без ajuda? Бог учил евреев свободе, вере, надежде и любви, а они не верили, и тогда он их погубил в пустыне, и только их потомки, дети, вот такие как ты, вошли в пустыне. Это земли, в которых я сейчас нахожусь, и где все живут счастливо. Да, я это знаю. От пропорционального закона по выборам до земли обитованной один шаг. А что от тебя следователи хотят? Продолжение следует. Ничего нового не сказал следователь. Единственное, что могу сказать, что дело не двигается вперед, оно лежит на полке, ничего пока не происходит. Да никто ничего не сделает, и не ходи к ним, ничего они тебе не сделают. Еще нашлись умники вызывать тебя, мучить допросами. И самое главное, кроме пропорционального закона, я везде это говорю в ютубе, это разделение власти. Чтобы прокуроры и судьи не подчинялись парламенту, даже такому, куда ты войдешь. Чтобы они действовали независимо. Продолжение следует... в других странах между ко всем, или в других странах. Я бы сказал, что это было 3 школы, которым я сказал, что это для меня произошло. К сожалению, сегодня вся система подчиняется воле только одного человека. Ну, я не об этом, не к сожалению. Это потому что нет этого закона, и он не записан в Конституции. Должны быть правила, как выбирают прокуроров и судей. А сегодня они же подчинены, на них и обижаться нельзя. Они делают то, что им говорят сверху. И тогда Грузия станет Швейцарией. Да. Что еще хочу тебя спросить? А вот если бы все заново вернуть, и ты знала бы об этих последствиях ужасных, которые с тобой произошли, ты бы снова пошла туда? Да. Да. Здравствуйте. Просто стараюсь этой реальностью победить. Я хочу стать примером для тех людей, которые уже отчаялись найти правду в этом мире. Ну, это очень честный ответ. Я буквально позавчера разговаривал с женщиной, которая петендует на роль президента Украины. Она герой Украины и попыталась взорвать парламент. Когда мы ее посадили в тюрьму, и сейчас я с ней поговорил, мне было интересно, зачем она это, ну, она вообще-то, она служила в наемных войсках постоянно. Я не ответила ни на один вопрос так, как ты. Я не ответил, что вы говорите о том, что я могу говорить о том, что я не говорю о том, что ты. Но это поддерживает очень много украинцев. Вы понимаете, что украинцы учились в Карт? Было 200 тысяч просмотров, и меня материли как могли, ну, очень много тысяч человек. Она настолько лживая, что вот я до сих пор прийти в себя не могу, я не разговаривал, но, конечно, теперь уже никто за нее не проголосует. Она думала, что я буду говорить с ней о Высоком и она будет вести пропаганду. Как она станет диктатором и все сразу станет хорошо. Я спросил ее, зачем она убивала людей в Ираке. Она ответила, что это она делала, ну вышла так, что ей пришлось ответить, что там она боролась за интересы Украины. Тренировалась, как убивать побольше русских или кого. Она потом убила, посадили потом в Россию за то, что она навела пушку на журналистов российских. Ну вот такой герой, такой президент. И, к сожалению, она ближе народу, чем ты, деточка. Скажи, вот я гражданин Грузии, да? Уже шесть лет. У меня столько же прав, сколько и у тебя, или я и такие, как я, чужие в Грузии? Я думаю, что не важно сколько лет ты гражданин этой страны или являешься, или ты гражданином этой страны. Главное, как ты любишь эту страну, что ты делаешь для нее. Что я делаю, да, окей. Ну хорошо, вот по-честному, ты можешь, ну сейчас ты сказала это как политик. Я не хочу, чтобы мои, и те, кто будут слушать нас, мои подписчики в Грузии, их много, и ко мне очень хорошо относятся, я это очень ценю. Я не хочу, чтобы они увидели тебя политиком. Ты ответила как политик. Скажи почему. Насколько много я должен был бы делать, чтобы меня считали своим. Я ведь не знаю даже грузинского языка. Я не знаю, правда не знаю, что он сказать. Потому что нету немного таких людей, мало людей, которые знают грузинский, являются гражданами Грузии, но любят эту страну больше, чем вы. Это все равно политика. Ну хорошо, пусть так и будет. Спасибо. Тогда посоветую учитесь грузинскому. Да, да, спасибо, деточка, спасибо. Но у нас в Украине другая история. Я выступаю, может тебе не понравится, я выступаю за русский язык на Украине, но у нас другая ситуация. У нас более 50% населения, в том числе и я, родился на Украине всегда говорили на русском. Ну оставим эту тему. То есть я, ну, дело в том, что язык, он связан напрямую с мышлением. Это не просто перейти с одного языка на другой. Я не смогу эмоции свои выразить на другом языке ни на каком. Я уважаю украинский язык и даже песни на нем пою, но все-таки я русскоязычный украинец. Ну это как бы чтоб ты понимала, какая у нас ситуация. Это такое. Я просто рассказал, да и все. Ты можешь называть несколько самых порядочных людей в политике, какие сегодня есть в грузинском парламенте? Да. 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 Да, конечно, но это... Это мое личное мнение, я имею право могу сказать. Есть много молодых политиков, которые только начали свою деятельность в политике. Нет, нет, я парламентария имею ввиду. А мы червом не писали, а не на фурском парламенте? В шоу, в ориентарии? Да, да. Конечно, нет. И я говорю на Украине, что не ищите в парламенте хороших людей. И сейчас я вызову шквал критики. Я считаю точно как ты. Если бы мне 19 лет не было и мне дал бы был такой ум, далеко бы я пошел. Был бы президентом. Ты станешь парламентарем. Это не обсуждается. Ты обязательно войдешь в парламент. Большая проблема – это деньги. Женщины любят драгоценности, поездки красивые, машины и все такое. Все, что я могу сказать тебе точно, без сомнения, что я не материалист. Если бы была моя боль, я бы запретила все машины в стране. Не, ну это экстремизм, это по-ленински. Нет, нет. Это неправильно. Это неправильно. А как ты вообще относишься к тем, кто… Ну, к бизнесменам? Это плохие или хорошие люди? Я думаю, что бизнесменам. Каждый, наверное, в суде. Мы не можем быть так радикальны, что и только положительно их организовать, или только отрицательно. Я не говорю о варах. Нет, нет. Я не говорю о варах. Я не говорю о тех, кто работает с бюджетом Грузии или Украины. Я говорю о тех, кто не связан с властью, а зарабатывает деньги сам. Я говорю о тех, кто работает с бюджетом Грузии или Украины. Я говорю о тех, кто работает с бюджетом Грузии или Украины. Я говорю о тех, кто работает с бюджетом Грузии или Украины. Конечно, это хорошо. Я не могу это характеризовать как отрицательно. Чем больше бизнесмен, люди, которые занимаются делом, сделают хорошего для страны, тем это, конечно, лучше. Я говорю о тех, кто работает с бюджетом Грузии или Украины. Только это не должно быть очень грубым и не должно касаться прав населения, людей. Ну да. Мне сложно понять, как бизнесмен может права населения ущемлять. Может, ты как-то объяснишь мне? Например. Например. Чем больше не сужен. Я говорю о том, что я не очень не разбираюсь, но есть очень множество факторов. Но есть множество факторов, когда бизнесмены могут повлиять на трудоустройство, например. Сейчас не могу так конкретно факты вспомнить. Хорошо. Тогда такой вопрос. Есть не только много факторов. Есть много чего ты не знаешь, как и я. Есть много чего не знаю. Как ты поступишь, если ты будешь государственным? Ну, если ты начнешь служить народу и от тебя будут зависеть какие-то решения, а ты чего-то не знаешь. Как ты поступишь, чтобы, ну, как ты будешь голосовать? Перед тем, как голосовать, что ты сделаешь, чтобы понять или, может, не нужно понимать достаточно того, что ты ощущаешь внутри себя? Затем, в комментариях я знаю, что есть то, что завтра и о том, что я думаю. Я хочу спросить. Один со всеми, которые я не верю. Да. Спасибо. Всех не думал. В это время мы уже разговаривали, а ведь его нет. Ведь эти люди не учатся, уже говорят о том, что мы были отдалены. Это было новый раме. Но когда мы сняли, мы думали, что раньше это было, мы уже разговаривали, чтобы это было. Но мы продолжали в течение года. Я не буду следовать своему порыву, делаешь или по зову сердца, или по знанию. И когда я что-то предпринимаю, я всегда следую своему сознанию, своему опыту и уму, и делаю так, чтобы это было полезно для этого дела. Спасибо. Хорошо. Ну вот, ладно, я не хочу тебя мучить, Бог с ним. Это такое. Это сложно, это очень непросто, и ты не бизнесмен, ты, конечно, политик. Думаю, что не один и не второй. Хорошо, тогда расскажи, деточка, о чем ты мечтаешь. Разве уцены, Бог, Виталий. Есть какой-то секрет? Ну, кроме секретов, ну, вот, как ты видишь самое счастливое развитие событий для себя? Ай-яй-яй, разве уцены, Бог, Виталий. Я не знаю, Бог, Виталий, Бог, Виталий. Я не знаю, Бог, Виталий. Когда я поступила в университет, уже точно знала, что я хочу, что хочу делать. И сейчас я на той же самой мысли и не меняла своего мнения. Очень люблю детей. И моя будущая профессия, наверное, будет связана с ними. Учусь на психолога, но пока не знаю, в каком именно направлении я буду дальше продвигаться. Хотя мне очень нравится направление инклюзивного развития, обучения. И думаю, что мое будущее сказано с этими детьми и с этой профессией. Я не услышал последнее, у меня пропал интернет. Любит детей, услышал я, и будет этим заниматься. Выберет направление инклюзивного обучения. А как это инклюзивное? Да, инклюзивное. Это работа с лицами с ограниченными возможностями. О, Господи, это такое самопожертвование. У меня были детские дома, я объездил всю Грузию. Видел все дома, там полное безобразие. У меня были лучшие европейские дома, и правительство их закрыло. Целая история. Я думаю, что у меня есть ресурсы работать в таких местах и с такими детьми. Ну, это уже ты больше сейчас приобрела в моих глазах вид матери Терезы. Еще чуть-чуть, и будут иконы. А сколько у тебя будет детей? Как ты полагаешь? Не знаю. Окей. Тогда мы заканчиваем. Я не хочу тебя мучить. Ты не страдаешь физически. Ну, как бы, правда, это на много людей. Ладно, забыли. Я твоим услугам, я искренне тебя уважаю. И правда, это очень серьезно все, что ты сделала. И это я тебе говорю как человек, который прожил жизнь. И мне ничего не нужно ни от тебя, ни от Грузии. И это правда. Кем бы ты себя не считала, поверь просто мне, ты политик по своему поступку. Ну, и стремишься стать матерью Терезой. А если у тебя получится и то, и другое, то на тебя будут молиться в Грузии. Я желаю тебе всего самого-самого хорошего. И я очень тебе благодарен за наш разговор. И желаю тебе счастья. Если ты хочешь что-то сказать грузинам или украинцам, можешь сказать? Что касается политики, то я точно знаю и уверена, что никогда я не буду в этой сфере. Мне нравится мне роль мамы Терезы, матери Терезы. Просто хочу делать то дело, которое мне принесет удовольствие. Что я хочу сказать всем и в то же время вашим согражданам. Чтобы они никогда не сдавались. И с моего опыта, исходя из моего опыта, говорю, что всегда борьба имеет смысл. Любой шрам, который у нас есть на теле или на глазе. Это знак нашей маленькой войны. Пускай у них никогда не будет дискомфорта и комплекса из-за этого. И что есть люди, которые всегда поддержат их и будут стоять рядом с ними в любой борьбе. Спасибо, деточка. Я могу споить на бутылку самого хорошего грузинского вина, чтобы в политике тебя не избежать. И это будет неправильно по отношению к твоему народу, если ты на этом закончишь свою карьеру. Я желаю вам самого хорошего. Ну, больше сказать нечего. Ты, Матлуба? Спасибо, Матлуба. Вам тоже огромное спасибо. Удачи. Пока. До свидания. Спасибо.